Всем привет! Сегодня я хотел бы показать необычное применение приема пул в композиции Биг Волтер Хортона, Волтерс Шаффл. Давайте для начала ее послушаем и прислушаемся к тому, как играется пул. Очень странно, но во многих источниках на ютюбе, где учат играть эту композицию, она очень популярная, пул играют совершенно простым и банальным способом и не так, как в оригинале. Конечно, есть несколько вариаций этой композиции, полноценных записей, и где-то играется так, где-то играется так, но в вот этом конкретном варианте пул играется не так. Он играется вот так. То есть это немного другая, более сложная ритмическая структура, и натренировать ее будет немного сложнее. Буквально пару дней для этого понадобится, чтобы натренировать язык вот так вот быстро стрелять в нужное время, чтобы на фоне хорошо звучали одиночные ноты, и чтобы это все было ритмично. Но на самом деле ничего замудренного и сложного в этом нет. Сегодня я постараюсь объяснить, как именно это сыграть. Это на самом деле не так уж и сложно. И заодно немного затронем базы того, как устроен пул и слэп с блокировкой языком. Поехали! Итак, я хотел бы вам объяснить устройство слэпа и пула на небольшой схемке, которую я сейчас нарисую. Что означает вот эта линия? Это прямая обычная нота без ничего. Предположим, это третья на вдох. Она просто играет, как факт. Но что будет, если добавить к ней слэп? Давайте его нарисуем в вот таком вот виде. Я вскоре объясню, почему именно так. Она будет играть вот так. То есть вы слышите, что перед звучанием одиночной ноты звучит некоторое время аккорд. То, сколько времени звучит аккорд и насколько резко он захлопывается, это уж другой вопрос. В любом своем проявлении слэп играется именно таким вот образом. То есть изначально у нас есть полное звучание аккорда. И по мере приближения языка к тем отверстиям, которые нужно закрыть, то есть лишним, чтобы играл не аккорд, а одиночная нота, у нас аккорд начинает звучать все тише и тише и в конце концов превращается в одну ноту. Вы можете это услышать. Что происходит дальше? Как работает пул? Наша одиночная нота играет, 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 играет. И в какой-то момент она резко обрывается. Например, вот этот момент. И начинает звучать новый аккорд. Уже следующий по последовательности. Другой это будет аккорд или тот же самый, это уже другой вопрос. Просто в этом промежутке времени начинает снова звучать аккорд. Но он начинает звучать резко. То есть по своей сути пул это то же самое, что и слэп. Это такое же подыгрывание себе аккордом на фоне одиночных нот. Просто пул от слэпа отличается тем, что пул находится в другом промежутке времени ритмической составляющей. То есть у нас звучит чистая нота и она резко обрывается и превращается в резко выстреливающий аккорд в нашем случае. Это звучит вот так. Хотел бы разъяснить, как именно стрелять вот этим вот аккордом. То есть у нас прекращается звучание ноты. Ну давайте примерно оно будет прекращаться вот здесь. И будет у нас уже все начинаться аккорд. Аккорд у нас играется простейшей артикуляцией Та. Но хотел бы заметить, что достать до того места, где мы говорим обычно букву Т, это довольно далеко с блокировкой языком. Поэтому артикуляция Та в пуле, лично я ее использую больше на зубах. То есть вот так вот. Не там глубоко, на твердом небе. А на зубах. И таким образом я разделяю ноту и аккорд. И получается вот такой вот эффект. Ну это по части того, как именно делать пул. С этим мы разобрались. Но что происходит дальше, после звучания пула? Дальше происходит еще более интересная вещь. Например, у нас начинает играть четвертое отверстие на вдох. Следующее по порядку. То есть вот так. И тут тоже есть несколько вариантов развития событий. Наш пул может быть обрезанным. То есть он может просто в какой-то момент хлопнуть и сразу же прекратить свое звучание. Вот так. Но он также может быть продолжительным и дотягиваться может до следующей ноты. И в этом случае пул, который продолжается до следующей ноты, плавно превращается в слэп. То есть это некое зацикливание картины. У нас звучит пул. И мы перемещаемся в это время на другую ноту. И для того, чтобы ее сыграть, мы взяли и захлопнули ее. Для того, чтобы сыграла одиночная нота. То есть у нас стрелочка идет сюда. И пул плавно превращается в чистую ноту. Вот так вот. То есть звучит это все вот так. Это если делать такой стреляющий пул. А если делать продолжительный пул, это звучит вот так. На сам пул мы можем зайти мягким способом и артикуляция, о которой я уже говорил. Как мы можем мягко на него зайти? Это еще более проще, чем артикуляция. Мы можем просто отодвинуть язык в нужное время. То есть посередине звучания вот этой вот одиночной ноты. Мы можем просто взять и отодвинуть язык. Более плавно. Не делать это именно артикуляцией, а сделать вот так. То есть изначально у нас прозвучал опять же слэп, чистая нота. И у нас плавно она превратилась обратно в аккорд, который будет захлопываться со слэпом уже на следующей ноте. Если это все показывать вот здесь, то линия времени вот такая. Поняли, да? То есть если показывать это все в реальном времени. Надеюсь, я более-менее хорошо объяснил то, как работает пул. И все все поняли. И мы можем обратно перейти к Walters Shuffle. Итак, вооружившись этими знаниями, давайте заново послушаем, как это все дело играется в композиции. Если слушать это без минуса, спасибо Александру Паклину за его урок на английском. Я раньше просто не замечал того, как играется здесь пул. Но он играется очень хитрым и интересным способом. Звучит он вот так. Очень интересно, не правда ли? Давайте вернемся к нашей схеме. И я вам покажу, как играть пул именно в этом отрезке этой композиции. Потому что дальше он играется более простым образом. Но в начале у нас такой вот необычный ритмический рисунок с этим приемом. Итак, если в первом случае у нас была линия времени одной ноты. И на половине звучания этой ноты она обрезалась и звучал пул. То в случае Walters Shuffle у нас немного другая история. У нас все так же есть вот эта вот линия времени одной ноты. Но пул у нас звучит не на середине, а на слабой доле, так скажем. То есть он начинается примерно вот здесь. Звучит все это время. И дальше продолжается звучание той же одиночной ноты. То есть пул у нас занимает вот это вот место. Это и есть наш аккорд. То есть вот звучание одиночной ноты. И в Walters Shuffle она звучит вот так вот. Вы можете услышать, что в первом варианте исполнения пула в стандартном его виде, после пула начинала звучать следующая нота. В этом же случае у нас звучит одиночная нота. Играется пул. И после него звучит та же самая одиночная нота. После этого мы переходим на следующую ноту со слэпом. И там происходит та же история. Что у нас происходит дальше? У нас звучит нота ниже. И она захлопывается со слэпом. То есть как-то происходит. Одиночная нота вот эта вот затыкается. И буквально в следующее мгновение у нас начинает звучать следующая нота со слэпом. В ней происходит та же самая история. Но хотел бы обратить ваше внимание, что слэп здесь играется намного быстрее. Так как нам нужно еще какое-то пространство для вот этого вот пула посередине. И для звучания ноты в вот этих вот местах. То есть требуется некоторая сноровка и немного тренировок. Буквально пару дней. Ну и здесь все это дело у нас зацикливается. И происходит та же самая история. И так далее, далее, далее по следующим нотам. Касательно техники исполнения этого всего. В принципе тут все так же просто. Пул у нас играется именно вот этой вот артикуляцией. То есть у вас не получится такого эффекта, как в композиции. Если вы попытаетесь играть пул плавно. У вас получится что-то вроде небольшого флаттера на каждой ноте. Вот что-то такое. У вас не получится вот такого вот эффекта. Такого вот некого перепрыгивания. То есть когда мы играем одиночную ноту, она заканчивается, начинает играть аккорд. Он тоже делает некоторую паузу и дальше играет та же одиночная нота. И благодаря вот этим вот паузам создается такой вот некий кач. Вот такая вот тема. Надеюсь этот урок был кому-то полезен, потому что насчет разъяснения, что такое слэп, что такое пул, я не нашел лично на русском ютюбе. Есть только Рома Землемер, но у него тоже такое объяснение не все могут понять. И я сам в первые разы, когда слушал урок, не сразу понял. И вот со временем только понял, что пул это по сути то же самое, что и слэп, но он находится в другом просто месте ритмической линии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пока!